Минувшая семидневка запомнилась волной беглецов. Российский рынок покидают Мерседес и Форд. Последний уже второй раз за три года, что само по себе может служить поводом для грустных шуток. Но есть и хорошая новость. В этом выпуске мы не будем много говорить о китайцах. Хотя электрический и валют АйПро, продажи которого официально начались на этой неделе, мы подробно отсняли и скоро покажем в программе своими глазами. Остаются на рынке и корейцы. Хотя в свете недавних новостей работники остановленных петербуржских заводов ждали 27 октября с плохим предчувствием. Однако руководство просто продлило режим простоя. Причем на два дня раньше обычного. Российский же автопром барахтается в медийной тишине. АвтоВАЗ решает проблемы с поставщиками и репетирует сборку Весты на главном конвейере. Московский завод «Москвич» умудрился набрать сотни заявок от дилеров, желающих продавать еще не представленный продукт. Кажется, они что-то знают. А КАМАЗ работает над самоуправляемой техникой. Правительство легализовало беспилотные грузовики, которые смогут ездить по трассе М11 Нева между Петербургом и Москвой. Активную деятельность остановили почти все представительства иностранных марок. Но до сих пор именно об уходе заявляли только Рено и Ниссан. На минувшей неделе список пополнил «Мерседес Бенц». Хотя официальное сообщение выдержано в будущем времени, намерен уйти, поскольку сделка еще не завершена и должна быть одобрена регулирующими органами. По плану «Мерседес» продаст свои доли в российских дочках. А это дистрибутор «Мерседес Бенц Рус», Коптивный банк, лизинговая фирма и сборочный завод Московской области, дилерской компании «Автодом». Причины понятны. Санкции запрещают поставлять в Россию машины из Евросоюза дороже 50 тысяч евро, а из США вообще любые автомобили. Наладить поставки компонентов на завод в Есипове тоже нереально. Открытое в 2019 году предприятие варит и красит кузова, но в остальном локализация машин низкая. Зато завод компактный, мощностью до 30 тысяч автомобилей в год, лишённый даже конвейера, по цеху кузова возят на тележках, а обилие ручного труда позволяет относительно легко переориентироваться. Новый владелец площадки компании «Автодом» пока не называет партнёра, но понятно, что это будет китайская компания. Окончательно уйти решил и «Форд». Но с этой маркой ситуация более сложная. «Форд Мотор» ещё в марте поставил на паузу совместный с группой «Солерс» завод в Елабуге, прекратив поставки компонентов, инженерную и IT-поддержку. Выждав полгода, американцы решили свою долю в СП, а это 49%, продать российскому партнёру по номинальной стоимости. Сумма сделки не раскрывается, но известно, что иностранцы оставили себе опцион. В течение пяти лет «Форд» может выкупить имущество обратно, если, цитируем, «глобальная ситуация изменится». Напомним, что нынешний уход «Форда» уже не первый. В 2019 году компания свернула в России продажи легковушек. В общей сложности от «Форда» осталось целых четыре завода. Самый старый во Всеволожске-Ленинградской области простаивает уже три года. В прошлом году его купила корейская компания «Сангву Хайтек Рус», которая поставляет детали для «Хёнда» и собиралась с 2023 года выпускать обивку для сидений. Второй завод в набережных Челнах – это бывший камазовский завод малолитражных автомобилей, выпускавший «Аку», затем «Сангьонги», «Фиаты» и, наконец, «Форд Фиесту» и «Экоспорт». Сейчас завод принадлежит «Солерсу» и тоже пустует. Третий завод – это действующая площадка «Солерса» в Елабуге. Когда-то там выпускались кроссоверы «Эксплойер» и «Куга», а последние годы только малотоннажное семейство «Форд Транзит», но крайне успешное. В прошлом году продано больше 20 тысяч автомобилей. Под выпуск турбодизелей 2.2 «Солерс» выкупил у «Форда» четвёртый – моторный завод. И вместе с новым двигателем российский «Транзит» должен был получить масштабное обновление – новый интерьер, современные электронные ассистенты плюс коробку автомат. Что теперь будет с гарантией на уже проданные автомобили, информации пока нет. Но «Солерсу» явно придётся поддерживать клиента в одиночку, налаживая поставки запчастей из Турции, где расположен основной завод по транзитам. Завод же в Елабуге будет выпускать некие автомобили под маркой «Солерс». Это предусмотрено обновлённым специнвестконтрактом, который компания заключила с Минпромторгом. Что это будут за машины, по-прежнему не объявлено, хотя сборка двух моделей – капотной и бескапотной компоновки – должна стартовать уже в этом году. От доработчиков мы знаем, что речь идёт о китайских джаках. Например, цельнометаллическом фургоне «Санрей», с которым мы знакомились весной на выставке СТТ. Если контракт «Солерса» с «Фордом» был отредактирован, то аналогичный спик, подписанный фирмой «Исузу Солерс», расторгнут. Это совместное предприятие «Исузу» и «Солерс» основали три года назад, чтобы в 2021 году выпустить грузовик «ОАЗ-Сити». Фактически «Исузу» младшей Н-серии, но с битопливным двигателем заволжского моторного завода. Однако «ОАЗ-Сити» остался на бумаге. Не было собрано ни единого, даже тестового экземпляра. А значит, спик потерял актуальность ещё в прошлом году. Что касается самого российского отделения «Исузу РУС», то его главным активом остаётся завод, расположенный фактически на территории «ОАЗа» и выпускавший японские грузовики. Это был успешный бизнес. По итогам прошлого года предприятие собрало 3700 автомобилей при годовой мощности на уровне 5000. В марте конвейер остановился. И возобновить поставки компонентов сейчас, видимо, не представляется возможным, как и наладить поставки грузовиков из Японии. Московский автомобильный завод «Москвич» готовится возобновить работу. Об этом столичный мэр Сергей Собянин доложил премьер-министру Михаилу Мишустину на форуме «Сделано в России». Автотранспорт, как вы знаете, он серьёзно провалился в этом году, но тем не менее, вот я надеюсь, при помощи Министерства промышленности мы в декабре запустим снова завод «Москвич». Ранее «Москвич» обещал до конца года собрать 600 автомобилей. Что это будут за машины, широкой публике по-прежнему неизвестно. Тем временем в своём телеграм-канале завод похвастался, что набрал аж 340 заявок от потенциальных дилеров из 23 городов. Напомним, что «Маз Москвич» — это правоприемник общества «Рено Россия», владеющий тем самым заводом на Волгоградском проспекте. Фактически, компанию переименовали с сохранением ИНН — идентификационного номера налогоплательщика. У марки «Рено» на момент её ухода из России в мае было 150 дилерских центров. Поэтому всплеск дилерского интереса к ещё не представленным «Москвичам» можно объяснить только догадками. А они таковы. Портал «Дром» обратил внимание, что 22 августа «Москвич» подал заявку, а 28 сентября Минпромторг ответил на неё заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Подобные документы выдаются автопроизводителям, заключившим с правительством СПИК специальный инвестиционный контракт и желающим компенсировать уплаченный утилизационный сбор. «Рено» и «АвтоВАЗ», подписавшие совместный СПИК, получали такие заключения регулярно. Документ выдаётся на основе акта экспертизы торгово-промышленной палаты. Последний такой был составлен 17 августа, когда завод простаивал уже пять месяцев. Однако в заключении Минпромторга прописан не только традиционный для московского завода ассортимент Рено Аркана, Дастер и Каптюр, но даже Логан и Сандера, которые выпускались на ВАЗе в Тольятти. И это явно не ошибка. Вот прошлогоднее заключение. Модели «Рено Россия» перечислены такой же единой таблицей, но местонахождение производства указывалось разное. Москва плюс Тольятти. Теперь же осталась только Москва. К слову, прошлогодние заключения ещё действуют. По ним «Рено» набирали бы 2199 баллов по шкале локализации. По новому заключению, 2255 у машин с моторами H4M тольяттинской сборки или 2005 баллов с импортными двигателями. Для полной компенсации усиль сбора в следующем году москвичу нужно набирать больше 2500 баллов. Но это если завод действительно продолжит делать французские машины под новой маркой, что ещё никем не подтверждено. Впрочем, трудно представить, под какие ещё автомобили можно созывать дилеров и зачем подавать заявку, если не ради компенсации усиль сбора. Госкорпорация Ростех, попавшая под адресные санкции, может избавиться от своей доли в автовазе, передав её в подконтрольный Минпромторгу Институт НАМИ. Об этом сообщают источники газет «Ведомости» и «Коммерсант». Напомним, что этому федеральному институту досталась бывшая доля группы «Рено», а Ростех продолжает владеть одной третью. По замыслу, передача акций от одной госкомпании другой концептуально ничего не изменит для самого ВАЗа, хотя перестановки в совете директоров явно последуют, но упростит поставку деталей из-за границы. Сам Волжский автозавод сейчас активно занят освоением производства «Лады Весты». На прошлой неделе мы рассказывали, что в Тольятти сварили первый кузов, а последние дни тестовую машину собирали целиком, чтобы пройти все технологические операции. Таких пробных машин сделают ещё немало, чтобы отладить процессы до начала серийной сборки. Ведь Веста займёт первую нитку главного конвейера, с которой много лет сходили только автомобили на платформе B0 — Логан, Сандеро, Ларгус и X-Ray. Напомним, что президент автоваза Максим Соколов обещал перезапустить выпуск рестайлинговой Весты во втором квартале 2023 года. Кстати, есть вероятность, что поначалу машины будут выпускаться всё-таки упрощёнными — с восьмиклапанным двигателем. Ведь возобновление производства 16-ти клапанников намечено только на май. Что касается последних Вест Ижевского завода, то 240 некомплектных машин, собранных в июле-августе, удалось дооснастить необходимыми компонентами. И теперь финальная партия отправилась к дилерам «Лады». Евросоюз ввёл очередной восьмой пакет санкций против России. Помимо множества новых запретов на поставки товаров в Россию и из России, в нём есть несколько нововведений, актуальных для автомобильной промышленности. Прежде всего, Еврокомиссия вдруг разрешила размораживать активы российских компаний, чтобы завершить международные контракты. Правда, для проведения таких сделок потребуется специальное разрешение от европейских регуляторов. Что всё это значит? А то, что условный Даймлер теперь теоретически может цивилизованно отречься от попавшего под адресные санкции КАМАЗа, закрыть совместные предприятия и получить хоть какую-нибудь денежную компенсацию от российской стороны, а не просто передать активы государству за один рубль. Все операции должны быть завершены до 7 января 2023 года. Так что тем фирмам, кто действительно решил уйти из России, нужно поторопиться, либо принять стратегическое решение остаться. В этой ситуации сложнее всего придётся, пожалуй, калужскому заводу PSMA Rus, который на 70% принадлежит концерну Stellantis. Эта площадка только недавно обрела экспортную ориентацию, с которой отныне придётся однозначно распрощаться. Ведь рынок ЕС теперь официально закрыт для продукции отечественного машиностроения, включая автомобили, двигатели и тому подобное. Между тем, планировалось, что ежегодно автозавод будет отправлять за границу более 30 тысяч автомобилей. Это грузовые близнецы — Citroёn Jumpy, Fiat Scudo, Peugeot Expert и Opel Vivar, а также их пассажирские версии. Кроме того, в Калуге позапрошлой весной наладили выпуск турбодизелей 1.6. Впереди этот мотор ждало углубления локализаций. В частности, блок цилиндров думали отливать на мощностях группы газ, а для мехобработки — создать собственный цех. Эти двигатели в исполнениях Евро-5 и Евро-6 были готовы закупать буквально по всему миру — в Европе, Латинской Америке и Северной Африке. Ожидалось, что за границу будет уходить до 80% всего тиража. Под эти задачи руководство Stellantis готовилось создать сотни новых рабочих мест, так как завод хотел не только наращивать объёмы, но и осваивать новые производственные операции. В частности, штамповку основных кузовных элементов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал важнейший для российского автопрома документ. Это постановление, которое вводит экспериментальный правовой режим на платной магистрали М11 Нева. Что это значит? На трассу теперь совершенно легально могут выйти беспилотники двух производителей — Камаза и Старлайна. Пользоваться автомобилями планирует перевозчик Global Truck, а также логистические подразделения сети Magnit и группы X5. Правда, первые 100 часов беспилотники должны отъездить под контролем водителей. Но если за этот промежуток не случится никаких происшествий, машину разрешат оставить уже под надзором одного только диспетчера. В 2023 году работу начнут пять автономных большегрузов, притом Камаз готов выпустить технику на дорогу следующей весной. В 2024 году парк перемещающихся между Москвой и Петербургом машин, по прогнозам, достигнет 50 единиц. Сейчас Камазовский грузовик, способный передвигаться без участия человека, накатывает тестовые километры на новом испытательном полигоне. Машина, оснащённая сразу четырьмя типами сенсоров, получила название «Одиссей». В Минтрансе уверены, что отказ от водителей позволит повысить безопасность дорожного движения. Обещано даже снижение смертности на 8%. Также считается, что внедрение автономных грузовиков сразу на четверть увеличит коммерческую скорость большегрузов. Дескать, машина сможет двигаться без единой остановки на протяжении всего пути. Себестоимость перевозок вроде бы должна упасть на 13%. Но этот пункт вызывает больше всего вопросов. Ведь аналитики оптимистично допустили, что электронный мозг будет вести грузовик так, чтобы снизить расход топлива аж на треть. Ну а сокращение шофёрской братьи якобы уменьшит издержки транспортников на 30%. При этом не уточняется, сколько, собственно, стоит российский беспилотник. А без этого справедливость выкладок не оценить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова